В рамках подготовки к рассмотрению окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период депутаты окружного собрания провели выездное заседание комитета. Они встретились с руководством Ненецкой компании электросвязи, обсудили насущные вопросы и перспективы развития окружного предприятия. Директор Ненецкой компании электросвязи Владислав Песков ведет депутатов окружного собрания в самое сердце предприятия – серверную. Здесь находится основной узел, который коммутирует все населенные пункты округа. Вот здесь вот последнее нововведение – это так называемая оптическая абонентская линия, ну или как фон она называется, да? То есть вот здесь само ядро, по оптическим каналам подключены все новые дома. Здесь у нас серверная, крутятся все наши информационные системы и плюс классическая телефония, та, которая начинается на двойку. Далее экскурсия проходит уже в стенах Ненецкой компании электросвязи. Здесь располагается абонентский отдел и служба поддержки. Вот здесь система мониторинга. Вот видите, картинка линий ко всем населенным пунктам. И мы знаем, сколько какой населенный пункт на данный момент потребляет. Парламентарии интересуются, а какой населенный пункт больше всего использует канал связи. Ну, не СИ, потому что он спутниковый, да? Попал. А из спутниковых сейчас на сегодня больше берет Нижняя Пеша. А их стран нет, они в отдельном, значит, контексте. О, мы и Нижняя Пеша, мы год назад провели модернизацию спутникового оборудования и дали им побольше. Потому что большой населенный пункт, много здесь связано. Обсуждение продолжилось в кабинете руководителя компании. Один из вопросов касался организации связи на Зимнике. По словам Владислава Пескова, сотовой связи на временной автодороге в ближайшее время не будет. Но автомобилисты могут использовать радиосвязь. Есть недорогие радиостанции и бесплатные частоты, добавил директор НКС. С моей точки зрения, на въезде на Зимнике должна быть, может быть, по России ездите, да? Видите, табличка такая стоит, указана частота, на которой вас слушают. В случае чего. То же самое это сделаем. Да, конечно же, идеально туда завести, ну, не знаю, сотовых операторов. Но там нет людей. Кто там будет платить за это? Помимо организации связи на Зимнике, на встрече шла речь о резервных каналах связи. Как отметил Владислав Песков, уже в следующем месяце компания планирует выкупить оптоволокно, соединяющее НЕС с Мизенью. В перспективах компания – развитие наземной связи и строительство резервных каналов. Сейчас работаем вместе с другими операторами по развитию резервного канала связи на направлении на Реймархане. То есть, уже несколько личного времени мы работаем, около года. Но я надеюсь, что если наши планы сбудутся, а там очень сложный участок, куча составных частей, к середине следующего года и в течение этого года, следующего года будет это все работать. По словам Владислава Пескова, выход на Харьягу позволит создать резерв для всего на Реймара.